Приветствую вас. Конечно, вашему сыну сейчас тяжело. И, конечно, справиться с потерей близкого человека трудно. На вас предлагается достаточно нелегкая задача, с одной стороны быть рядом с ним и не стать ему врагом. С другой стороны защитить его от алкоголизма. В определенной стадии которого ваш сын может уже находиться. Видите ли, я не думаю, что ситуация такова, что он вот просто начал пить и всё. Вы говорите, что он никогда не вчерался алкоголем. Значит, проблема с алкоголем может быть довольно глубокая, застарелая. В этом смысле вы сами делать что-то вряд ли сможете, ну, кроме разве что того, чтобы пересмотреть свою модель поведения. изменить ее в каком, ну, в некотором, в некотором смысле, да, словом. Вот. Понятно, что сыну нужно пройти определенные стадии, стадии горя, которые ему нужно будет, ну, которые ему необходимо пройти. Вот, это понятно, но здесь, конечно, ситуация осложняется именно тем, что у него есть сопренность к алкоголю. Поэтому я рекомендую вам стараться быть с ним, то есть не бросать его, может быть, не отходить от него, так что, прям, серьезно. Ну, при этом, идеально было бы, если бы вы все-таки его мотивировали бы на какие-то действия, на какие-то поступки. Вот, если бы вы просили бы у него что-то, да, то есть требовать, может быть, и не нужно, а вот просить вполне себе. То есть мне кажется, что это вот как раз та самая история. То есть как можно больше напоминает ему о том, что мир реальный, что в нем есть, что нужно двигаться вперед. Вот, я думаю, что после 40 дней, вот, это делать нужно особенно актуально и особенно настучиво. А вот, в принципе, то, что можно вам сказать, то, что вам можно здесь порекомендовать. Вот, больше, наверное, порекомендовать нечего особо, потому что информации довольно мало вы предоставили об этой ситуации, да. Ну, вот, ну, наверное, вы можете, ну, логично, да, спросить, какая еще информация нужна, как бы, по-моему, здесь все понятно и так. Вот, спорить с вами я не буду, вот. Надеюсь, вы меня услышали. Услышали то, что я хотел сказать. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.